Гимн Израиля, Хатиква, Надежда, Государственный гимн Израиля В основе гимна Израиля лежит первая строфа стихотворения, Тикватейну, Наша Надежда, который написал выходец из Галиции Нафтали Герц Имбер. Первый набросок стихов был сделан в 1877 году в Ясах, Румыния. Первоначально эти строки были посвящены созданию поселения Петахтиква, врата Надежды, в Палестине. В 1886 году стихотворение было издано в Иерусалиме в сборнике «Утренняя звезда». Полный текст включал десять строф. Песню приобрела огромную популярность и постепенно стала гимном сионистского движения, исполнялась на съездах и конгрессах. Один из ранних вариантов гимна в ошкинастском произношении можно услышать в исполнении одного из пионеров, американской эстрадной музыки Эл Джолсона. В апреле 1918 года, на благотворительном концерте в Народном доме в Петрограде, Шаляпин вместе с другими еврейскими песнями исполнил «Атикву». После образования государства Израиль «Атиква» де-факто стала гимном Израиля. В 1933 году 18-й сионистский конгресс, который проходил в Праге, объявил «Атикву» гимном сионистского движения. В пятницу 14 мая 1948 года, в 4 часа дня, в здание исторического музея в Тль-Авиве, Давид Бен-Гурион провозгласил создание государства Израиль, «Атиква» была исполнена в сопровождении филармонического оркестра. Это происходило на фоне выстрелов, которые все могли слышать, они доносились с окраины города. Бои между еврейскими и арабскими формированиями начались за день до этого, в четверг, сразу после вывода британских войск. Однако официальный статус гимна за «Атиквой» был закреплен решением Кнессета лишь 10 ноября 2004 года. «Атиква» выражает надежду еврейского народа о возвращении на землю своих предков, как было предсказано в Ветхом Завете. В 70-м году н.э. после разрушения храма Титом еврейский народ был искнен из Израиля римской армией. На протяжении двух тысяч лет изгнания евреи упоминали о возвращении в Израиль во время ежедневной молитвы, повернувшись к востоку по направлению к Иерусалиму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok